Принцип действия с Анной Шафран. Санкционных продуктов это яблоки, грибы, киви, а под Белгородом уничтожены 9 тонн санкционного сыра. Как-то вот прям даже не по-божески невозможно слышать об этом. Мы приняли определенное решение, имею в виду правительства России по поводу ответных санкций. Я единственное не могу понять, ну зачем уничтожать все это? Слушай, у нас в стране масса людей, масса детей, которые, например, не знают, что такое персики. Я сегодня еду в машине и слушаю, сколько уничтожали персиков. Слушай, многие дети не видели в глаза этих персиков. Зачем это уничтожать? Ну вы их арестовали, эти грузы. Все правильно. Понятно, что понесут потери эти негодяи, которые хотят обойти санкционные перечень этих продуктов. Но можно отдать их детям, обездоленным. Этот сыр, который... Есть дети, которые сыр нормально никогда не ели. Я не понимаю вот этого. Тут-то не надо никакого интеллекта иметь, чтобы как-то выставить экономику, реформу и так далее. Тут надо просто это отдать детям. Я считаю, что в стране должно подниматься просто возмущение подобным факторам. И эти продукты надо отдавать обездоленным. В детские дома, в интернаты, в семьи обездоленных. Но это надо прекращать. Это просто... Ну это в какой-то смысле и аморально. Ну мне непонятно, почему просто отдать бесплатно, это не наказание для тех же поставщиков. И так поставщики понесут потери. Но отдайте детям, отдайте людям обездоленных. Но в Центральной России многие дети не знают, что такое персики, чем отличаются от нектарина. Ну дайте людям, дайте сыр. Две плоскости. Материальная, это где совершенно справедливо вы говорите, ужасное количество людей, бедных, обездоленных, которые нуждаются, пенсионеры, детские дома, приюты, все что угодно. А с другой стороны и метафизическая сторона вопроса, простите. — Морально. — Морально? — Это аморально, уничтожать продукты питания. Конфисковали, отдайте людям. — Ну и правильно Соловьев сегодня утром сказал, в стране, где генетический код просто такой, где голод был, где была блокада Ленинграда, это просто невозможно. — Уничтожать такой, конечно, продуктов, это, ну это, я не знаю, я могу сказать, что это такое, но воздержусь. — Ну, к делам Ближневосточным. Сейчас идет война на Ближнем Востоке, как известно, большая война, причем не только в отдельно взятом государстве, а большой ореол охвачен ею. И мы знаем, что помимо сугубо политических факторов на Ближнем Востоке силен фактор этно-религиозный, скажем, такие страны, как Сирия, Ирак. Давайте разберемся, что здесь происходит в этом отношении. — Ну, во-первых, Ближний Восток — это родина трех величайших мировых религий — христианства, иудаизма и ислама, да? И Ближний Восток всегда отличался большим разнообразием различных течений, да? Ну, смотри, мусульмане, сунниты, четырех масхабов, в том числе ханабалитского, на базе которого был создан салафизм, значит, да, значит, христианство, где присутствуют практически все христианские направления, которые только существуют в мире. — Католики, значит, православные халкидонского, мы потом остановимся, что это такое, да, халкидонского формулы веры, дохалкидонского формулы веры. Там, где существуют такие уникальные течения, ну, вообще считается в исламе, на самом деле, где-то на стыке нескольких религий, как алавиты, исмаэлиты, друзы, ла-эллахи и еще много чего другого. Езиды, значит, Мандеи, они же Сабеи, так, то есть разнообразие фантастическое, да? И там всегда были проблемы в взаимоотношении разных этнорелигиозных групп, если во главе того или иного государства не стояла сильная личность, которая просто волевым, силовым таким методом держала под контролем общины, которым, значит, не было между ними столкновений. Вся история Ближнего Востока – это проблемы взаимоотношения разных этнорелигиозных групп, да? Давай рассмотрим сначала блок ислам, потом христианство, потом, значит, еще какие-то, значит, ответвления и то, что там происходит, да? Ну, возьмем, например, и в Ираке, и в Сирии есть этнорелигиозная проблема за отношение шиитов и суннитов. Уже отрицать то, что этот элемент играет там значительную роль, при этом я считаю, что нормальные люди, вне зависимости от религиозных воззрений, они должны жить нормально и относиться к соседу, невзирая от того, в какой он вере, так сказать, очень положительно. И это толерантность, да, как бы само собой. Теперь давай, что такое сунниты-шииты, да? Значит, история ислама, в общем-то, мы начинаем с ислама, все-таки большое население, и в Сирии, и в Ираке, и в других государствах, которые там расположены, это мусульмане, да? За исключением Ливана, где там процентное соотношение так более-менее, о чем тоже скажем. Значит, история ислама развивалась так, что после смерти пророка Мухаммеда стал вопрос, кто у нас следует власть в умме, в исламской общине, да? И тогда, я упуская некоторые детали, значит, возникла, в общем-то, проблема взаимоотношений между теми, кто считал, что власть вообще не должна принадлежать прямым потомкам пророка Мухаммеда, а таковым считались кто? Таковым считались, в частности, значит, шейх Али, да? Он и двоюродный брат, и зять пророка, и был, значит, женат на его дочери Фатимы, и, естественно, его внуки Хусейн и Хасан, да? Соответственно, принято считать это Алиды. Значит, другая часть, значит, выступила, это история, но история, которая заложила вот эти противоречия, о том, что властью вообще не должны руководить, значит, четыре праведных халифа, которые входили в ближайшее окружение пророка, да? На этой базе возникли проблемы из отношений, и, в общем-то, которые переросли достаточно быстро в прямые военные столкновения и военное соперничество, да? В результате всего этого шейх Али сам был убит, он был убит хариджидами. Хариджиды – это те, такое радикальное ответвление в исламе, которое существовало в то время, которое считало, что Али достаточно нежестко ведет борьбу со своими оппонентами, и они его убили во время моего молитвы в мечети. Затем, в результате столкновений и различных, значит, войн, которые прошли, вначале, кстати, был отравлен один из внуков пророка Хасан, который был отравлен, значит, по некоторым данным его женой, по, значит, сговору тех, которые впоследствии начали называться халифы, и возникла целая династия умеядов. Ну и, наконец, трагическая гибель во время битвы при Карбелле, это сейчас Ирак, одно из самых святых мест для шиитов, другого внука пророка, шейха Хусейна. Он был убит в результате столкновений тех, кто впоследствии начали называться шиитами-суннитами, и суннитов возглавлял, впоследствии, они их назвали суннитами, так называемый халиф-язид, наиболее ненавидимый, язид из Муавия, который наиболее ненавидимый шиитами, да, и внук пророка Хусейн был убит в этой битве под Карбеллой. Это мистика. Когда исламское государство говорит, мы двигаемся к Карбелле, чтобы, знаете, повторить это, значит, это сражение, а Карбелла – святое место шиитов, тут же мистические вещи возникают, да, и для шиитов, и для суннитов. Значит, в этом городе был похоронен шейх Хусейн, это прямой потомок, значит, пророка Мухаммеда. Алиды, алиды, впоследствии создавали свои государственные образования различного рода, которые, в общем-то, находились в постоянном конфликте из династии Амиядов и отчасти из династии Аббасидов, это ведущие, значит, династии, которые, значит, были созданы в результате развития ислама, да, то есть эти противоречия были заложены достаточно давно. На сегодняшний день существует, во-первых, у суннитов есть четыре масхаба, направления, да, которые считаются наиболее распространенными. У шиитов есть несколько направлений шиизма, то есть в дальнейшем, особенно у шиитов, тоже шло дробление и возникновение новых направлений в шиизме, да. Наиболее распространены, многочисленные являются шииты-имамиты, которые верят, или их начнут называть двумя десятниками, потому что 12 имамов по линии династии Алидов или Фатимидов. Где они живут? Самая большая шиитская страна имамиды, это, конечно, Иран, где абсолютно большинство мусульманского населения – это шииты. Поэтому Иран традиционно играет в шиитской мире роль такого вот страны, защитников шиитов, как бы они ни назывались, к какому ответвлению они ни относились. Большая община шиитов живет в Ираке, где от 6 до 65% мусульмане – шииты, которые тоже, кстати, сейчас находятся в Багдаде, доминирующая власть у шиитов, да. Шииты живут в Ливане, да, это я имею в виду, пока мы говорим о шиитов-имамитах, где на динамиде санниках. Шииты живут в Афганистане, 15-20% населения. Большая шиитская община в Азербайджане, Большая шиитская община в Бахрейне, в Восточной провинции Саудовской Аравии – это тоже шииты-имамиты, да. И, ну, в общем, достаточно распространены шииты, да, хотя их считают, что 15-20% от всех мусульман. Затем, в результате различных, значит, развития ситуации в шиитове возникли еще целый ряд направлений, да. Из тех, которые мы сейчас будем с собой обсуждать, это те, кого принято назвать крайней шииты. Когда мы говорим слово крайней, нам что кажется? Ну, такое радикальное что-то, да? Нет, это я бы сказал не так. Я сразу говорю, что я ко всем отношусь очень хорошо, толерантно и так далее. Но вот чем мне нравятся крайние шииты, на самом деле, это самая толерантная религия, которую я когда-либо встречал. К шиитам относятся те, которые еще принято называть, значит, такие направления исмаилитского толка. Потому что в основе исмаилитизм, да. И не потому, что у меня огромный опыт работы с исмаилитской общиной, да, точнее, с исмаилитами-низоритами, ниже, я скажу, ниже что-то такое. Не потому, что мне много раз приходилось встречаться и, в общем-то, общаться с мировым лидером мусульма, исмаилитов-низоритов, Агаханом IV, да. Это, кстати, прямой потомок, считается, шиихалий, фатимидов. И по понятиям веры у крайних шиитов, это потомок живого бога. Он как живой бог, в общем, читайте. А ниже основе, что это такое. Интересно, что он во Франции живет, насколько я знаю. Да, он живет во Франции. Эта резиденция называется Галимон. Городишко называется Гуве. Такое очень хорошее городишко. На вертолете от центра Парижа летит 15 минут. Ну, на машине сопровождения там Абсобом минут 30-40. Это огромный. Это немножко основная нюанса. Это огромный лес, естественный лес. Я не помню там. Я не знаю, что такое акры, как они гектарами перечисляются. Так 40 с лишним, 60 с лишним. Акры, такой лес. Там расположен замок, там его личная резиденция. И там же резиденция, значит, головного фонда Агахана IV, который разделяется на экономические, так далее, так далее, подразделения. — Интересно, кстати, что шоколад Кэтбери принадлежит Агахану. — Ему много принадлежит. Если у меня будет когда-то время, я тебе найду перечень его всех компаний, ты удивись. Это один из самых богатых, влиятельных людей в мире. Ты, наверное, видел его фотографии в книге, которую я дарил. Ну, согласись, что-то он на религиозного деятеля схода-то не похож. Да, она, это интеллигентный человек. Я помню, когда первый раз мы с ним встречались, я организовал первую встречу в 1994 году, его приезд в Москву. Мы зашли с одним очень известным генералом к нему. Он говорит, садитесь на мое место. Я так это сам. Ну, мне было. Значит, он считается его высочеством. Он член Королевского двора Великобритании и член Шахтского двора. Его величество еще до Пехлевик, его папа Агахан I был, да? Значит, династии Каджаров. То есть он дважды его высочество, да? Значит, очень интересная личность сама по себе. Исмаилитов, низоритов в мире насчитываются где-то, они в 25 странах мира живут, 35 миллионов, в том числе большая община на их исторической родине, это в Сирии. А Исмаилиты наиболее близкие к алавитам, а в алавитах мы тоже остановимся, то есть к той религиозной группе, к которой принадлежит Башар Асад, да, на сегодняшний день, да? Ну, а вообще история Исмаилитов сама по себе интересна. Когда-то было халифат Фатимидов с центром в Каире, да? И в этот халифат входила вся Северная Африка, Сирия и так далее. И достаточно долго Исмаилиты правили всем этим, значит, огромной территорией. Кстати, очень интересно, в административном управлении у Исмаилитов, то есть в администрацию, значит, управлению у Халифов, Фатимидов, династии Фатимидов, преобладали, знаешь, кто? Что христиане всех направлений, и иудеи, и евреи, которые между собой, кстати, вели... Безобразие. Да, они очень... А в армии были, как так сказать, мамилюки. А сама династия была Исмаилитская, да? Кстати, Аля Асхара основали Исмаилиты, чтобы ты знала. И лишь великий полководитель Салах-1 Аюби, Сал-1, после того, как стал, точнее, до чего его приют дяди Шапури, значит, которые захватили, сначала их пригласили, а потом они захватили власть и ликвидировали Фатимидскую династию, Аля Асхара было привлечено из Исмаилитского центра университета исламского в Суницкий, который, собственно, существует сейчас как Суницкий исламский университет, крупнейший университет в мире. Видишь, как много всего интересного. Для суннитов Исмаилиты, наверное, кефиры все-таки. Я тебе ниже остановлюсь, очень так красиво, да? Значит, ну, и вот даже есть такой Всемирный совет мусульманских богословов, куда входят сунниты всех масхабов, значит, шииты и бадиты, это еще одно направление в исламе, которое в Амане и в некоторых местах в Африке распространено, но там нет ни алавитов, ни Исмаилитов, ни друзов. Да, их считают, что они не совсем мусульмане. Я ниже остановлюсь на этом феномене, когда мы будем говорить об алавитах. Это очень интересное направление. Есть два направления у Исмаилитов. Это Исмаилит и Низарит, и мировым лидером, который является его высочество, Агахан IV, я всегда с огромным уважением к нему отношусь. Кстати, женщины красивые его окружают, насколько я знаю. Ты меня провоцируешь, что ты меня хочешь увести. Просто интересные факты, о которых люди совсем не подозревают. Да, у него отношения хорошие. Я даже не знаю, горит в прямом эфире, нет. Когда не стало Агахана III, это дедушка Агахана IV, кстати, который был основателем и руководителем, как думаешь, чего? Лиги наций. Так, прям, между прочим. И один основатель государства Пакистан. Так, прям, между прочим. Значит, то стал вопрос, а кто будет преемником? Вот ты меня увела к женщинам. Ну, наверное, слушателям это интересно. То стал вопрос, ну, логично, у Исмаилитов есть такая вещь. Агахан, когда уходит глава вообще, но он сам назначает из мужской линии, значит, кто будет главой. Это может быть внук, сын, там, еще, да, кто-то там, да. Кто-то из сыновей, кстати, Агахан IV назначил своего старшего сына. Младший сын, кстати, он наполовину немец, рожденный от немки. Ему было 9 лет несколько лет назад, ну, сейчас, наверное, 12-13 лет. Да, но есть дочка и так далее. Значит, то Агахан III не мог назначить своего сына, это по поводу женщин, руководителем общины, потому что он был известен очень широкими любовными похождениями. В принципе, все на то время известные голливудские, как сказать, кинозвезды называется, да? Значит, все эти, он с ними имел определенные отношения. Говорят, больше всего сопротивлялась, известно, как Грета Гарм. Грета Гарм, да, ну, потом она тоже сдалась. А вообще, говорит, когда он смотрел фильм, видел красивую женщину, он заставлял этого киномеханика, даже крутили так барабан, ты понимаешь, да? Несколько раз прокручивает, тот терял сознание даже. И его высочество сказал, не могу, но много скандалов, поэтому общину возглавит мой внук, нынешний Агахан IV. Тот поцеловал руку сыну и сказал, ну, так вот, произошло. Уточним, давайте, на портале спрашивают, кто такие кяферы, я прошу прощения, что не пояснил, это, ну, в общем, неверные или те, которые... Давайте не будем использовать эти слова неверные. Неправильные верные. Ну, мы же с вами не радикалы, мы с вами нормальные люди, существуют разные религии, я потом объясню, в чем их суть, да? Значит, у Исмаилита есть мусталиты, они живут в основном в Йемене и в Саудо-Аравийской паровинце, на Джран. Есть такое премиум Бануям, который, кстати, сейчас там чуть ли не отряды создает для борьбы с центральным правительством и так далее, да? Значит, я могу много рассказать о Исмаилитах. Если Исмаилиты, как и все направления, вот этого направления крайнего шевиза, это, как еще раз говорю, это Алавиты, Исмаилиты, Аливи турецкие, да? Это, значит, Ла-Иллахи, это, значит, друзы и так далее, они, значит, верят в переселение душ. Ну, вот, чтобы ты понимала, да, о чем мы идем. А они, у них суть системы посвященных и непосвященных. Есть несколько степеней посвящения. У Исмаилиты в семь степеней посвящения. Те ничего не напоминают? Напоминают очень. Есть, значит, та основная часть общины, которые непосвященные, да? Например, Исмаилиты верят, что есть такая эманация высшего существа. Обратите, я говорю дословно, там нет слова Бог, там несколько иначе используется. Это мировой разум и мировая душа. Это очень сложная система такая вот эта самая. Это для посвященных. Для остальных они исповедуют только то, что им говорят, как надо молиться. Мечети не имеют. Это ко всем, значит, окраиншие. На них есть, как сказать, дома молитвенные, да? В Турции в Аливе это земхона. В это, значит, помещение они собираются и мужчины, и женщины вместе. И под определенную музыку, под определенное песнопение вводят себя транс, в ходе которого, по их мнению, они общаются с высшим существом, да? То есть, такое интересное, интересная вещь. И сразу обговорюсь, у всех крайних шиитов, значит, у них, в общем-то, в основе религии, вот я, чтобы быть очень толерантным и так обойти острый угол, скажу так, что я новопосвященный в плане интернета, но всегда, я, конечно, знаю, что в основе лежит на самом деле этих религий, но недавно с удивлением нашел на одном из сайтов турецких Аливи, где они говорят, да, мы манихеи, и скрывать мы этого не собираемся. И когда-то наша вера распространялась от территории нынешней Турции до Китая. Кстати, в Уйгурском ханстве, которое связано на Уйгурском автономном районе, на этой территории, значит, манихейство было государственной религии. Конечно, в основе этого, значит, религии нет манихейства. Мы как-то с тобой, я тебе рассказал про мани и так далее, и так далее. И даже в Аббаситском халифате было так, что как надо было распознать, он исмаилит или кто-то другой, да? А так как у крайних шиитов, каких шиитов вообще, особенно крайних шиитов, разве такое, так и я называется. То есть человек может ходить в суннитскую мечеть, молиться, он говорит, я суннит, признаю вот то, то, все, но про себя в душе он должен отклятвить, что он это все не признает. И так как это было очень трудно, значит, обвинить, что он такой, кстати, к ним относятся выдающиеся деятели исламского Средневековья, например, Авицена, да? Или Хасир Асуров. И еще целый ряд, то есть мы говорим, Амар Хаям, тоже, чтобы ты понимала, да? Ну, с Амаром Хаямом, да, там, и вино любил он потреблять в больших количествах. Ячменную водку, и когда ему говорили... О, вот об этом я не знал. А почему теперь ячменную водку, он говорит, а найдите мне в Коране их запрет на ячменную водку. На водку вообще не было же, ведь перегон, значит, перегон, в общем-то, с этой водкой был создан, как не парадоксально, в Иране, в Хорасане, где-то в конце 7-го, в начале 8-го века, когда уже Коран был сделан, да? И, естественно, там нет упоминания о водке. Я понял, Амар Хаям, он говорит, нет уже, ну, ты, я че, и пью, да? Он в 70 с лишним лет женился на транслянной девочке. Ну, то есть, это такой жизнерадостный народ, такой, в общем-то, надо прямо сказать. То есть, к ним относятся великие люди. Так вот, для того, чтобы определить это, значит, является это Исмаилит, что делали, вывешивали подряд пророка Мани, и говорили, плюнь на него, естественно, верующий Исмаилит, вот этого сделать не мог. И, кстати, до недавнего времени, сейчас уже Саудовская Аравия, последние годы, слава богу, этого нет, каждый последний процесс был в 2009 году, когда Исмаилитских некоторых лидеров арестовывали и обвиняли их, значит, в оккультизме, колдовстве и так далее. То есть, это достаточно сложная система верований, но очень-очень толерантная. То есть, они, в принципе, нас не трогайте, можете молиться кому угодно. Им все равно, что христиане, что мусульмане, что иудеи, они ко всем относятся очень-очень хорошо. Теперь оловиты, потому что мы затронем собой проблему в Сирии, да? Баш, Асад, Алавит, да? Не путать аловиты и аливиты. Это я тоже немножко... Это схожие все, но есть отличия. Аловиты, они как бы пошли еще дальше. Это еще более, ну, скажем так, радикально отошедшие от традиционного ислама, ну, да, там, значит, религиозное направление. Достаточно сказать, что аловиты были признаны мусульманами-шиитами в результате очень активных деятелей отца Башарда, Хафиса Асада, знаешь, когда? В 1973 году, что они мусульмане. Это было сделано, к внесняка сомнений, шиитскими многими авторитетами. Затем имам Хомини в 1970 году подтвердил из политических соображений. Во-первых, Хафис Асад, свершив в 1970 году переворот, придя к власти в Сирии, должен был находиться власть только президент мусульман. Естественно, он сказал, а теперь мы будем мусульмане. И убедил, и от такого еще труднее было шейхов и аловитов. Хотя внутри аловитская община тоже неоднозначная. Отношение. Ясно с новостью, да? Я чувствую, мы с тобой 10% сегодня расскажем, что хотел рассказать. Вот, да. Но зато интересно, хорошо? Не будем скакать. Зато мы как следует углубились в стучь вопрос, с нами Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Сейчас новости, после продолжим. Добрый вечер, друзья. С нами Семен Аркадьевич Багдасаров, сегодня директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Мы говорим об этно-религиозном факторе на Ближнем Востоке, поскольку вся ситуация, обострившаяся И переросшие военные конфликты, большие по всей территории, конечно же, связаны не только с политической ситуацией, но и с проблемами, связанными с менталитетом, культурой, традициями и так далее. И мы остановились до новостей на оловитах. Значит, оловиты, я еще раз подчеркну, это вообще их враги в Сирии, конечно, их 9%, они говорят, нет, 15-20%. Ну, если у нас останется время, я отдельно скажу по поводу некоторых нюансов, да, это в конце. Значит, делятся, в свою очередь, на оловитов, поклоняющий солнцу, оловитов, поклоняющий луне, оловитов, поклоняющий вечерней и утренней звезде, оловитов, поклоняющий тьме и оловитов, поклоняющий свету. Вот такие они вот как бы есть, да. Естественно, они верят, как и все исмолитское направление переселения душ. У них очень много элементов от христианства, в частности, они празднуют Пасху, Пасху празднуют, они причащаются вином. Ну, например, известно, что те, кто считается посвященным, когда юноша достигает 18 лет, он должен родиться от матери отца оловитов и, в общем-то, принадлежать к посвященным. Он дает особую клятву, что не разглашать определенную тайну, как для скрытого этого сообщества, а в конце пьет, запивает это чашей вина. Значит, у них достаточно упрощенное было по отношению, значит, к многим мусульманским вопросам. После Рамадана они держат ни места, две недели, молятся два раза в день, запрета на алкоголь и нет. Это, кстати, у исмаэлитов тоже самое, то же самое, да. То есть, вот такие, значит, такое направление. Естественно, большинство из них живет, алавитов живет в Сирии, а левитов, чуть ли не 20 миллионов, 15-20 миллионов, живет в Турции. А леви имеет определенные отличия от алавитов и от исмаэлитов, но в целом у них очень много схожего, да. Причем в Турции есть разные направления о леви, например, есть Дерсимская о леви, да, среди народа ЗАЗа. Вот сейчас-то мне как-то говорят, мне приходят всякие приглашения посетить, мне искренне полагают, что я ученый. Я говорю, да я танкист, я, это так, да. Значит, вот я как-то внимательно, Дерсимский о левизом, он вообще отличается достаточно серьезно, да, у народа ЗАЗа. Там, по сути, от ислама еще меньше, но зато очень много от народного христианства, так называемого, да. Это христианство, которое было когда-то распространено здесь еще до того, как... Это Армянская Нагорье, кстати, да, когда в этот район, в историческую Армению, значит, Георгий Портев, Георгий Портфиль принес христианство. Это задолго до этого, это то христианство, которое распространялось апостолами Господа нашего Иисуса Христа, сейчас апостолом Варфоломеем. И вот когда читаешь, понимаешь, вообще-то там элемент павликанства очень сильный. Помнишь, мы о павликанах рассказывали, да, это... Вот в каком-то таком плане оно сохранилось вот на этом высокогорье, на этом высокогорье. Это олевиты, да, то есть крайнейший изумит разные такие вещи. Они очень толерантные еще, говорю, им им все равно кто как, да. Я вообще считаю, что, например, в оловизме и в оливизме очень много и от манихейства, и от маздакизма, помнишь, мы тоже говорили, и от религиозных учений хурамитан, которые происходят в словах хурам. Хурам – это веселье, это радость, да, так далее, да, вино, женщины там, ну, все как положено, да. Я никогда не забуду, как я будучи, значит, ну, не буду кем будучи, я в одной из первых поездок на Памир, а там очень как община живет. Исмаэлитская, да, такая компактная, там, кстати, похоронено здесь звездающих ДАИ, проповедников исмаэлизма, Насир Хасров. Я там, помню, собирал исмаэлитские халифа, пиров тогда не было, сейчас, кстати, тоже пиров нет, потому что в 2002 году принята конституция исмаэлитов, подразумевающая отсутствие пиров. То есть пиров брали, да, и, кстати, считаю, что где бы исмаэлит не жил, он есть исмаэлит. В том числе в Сирии. В Сирии, я еще раз говорю, они воюют на стороне Баши Расла, как, и, в общем, он близкоросный. Так я вот, что-то, а, помню, я разговаривал с одним халифа, он мне много там чего учил. Да, ну, конечно, закрыто советское общество, да, там, нет, это самое, да, и когда уходя, приехал военком, а я ему такой подарок подарил, чай там, там дефицит был, он говорит, и военком принес бутылочку выпить. Ну, мы выпили, он говорит, а можно моя бабушка тоже выпьет? Подошла бабушка, ей за 70 далеко было, она выпила, понюхала тебе, те, как дело пошло. Я понял, что это не мусульмане, не те мусульмане, среди которых я жил в Ферганской долине когда-то, да там совсем другое. То есть, вот, собственно, это и есть крайний шиизм. Естественно, там много элементов христианских, как я сказал, отношения к христианам просто очень хорошие, просто фантастически хорошие, очень много браков с христианами, кстати, был такой лет 10, был в общей сложности президент Аргентины Мэна, знаешь, да, вот он был, так сказать, из такой семьи смешанной, армяно-оловицкой, да, он крещен был в армянской католической церкви в Аргентине, мама у него была ловиткой. И таких браков было всегда много с христианами, да, или мама там, а ловитка, или папа Аллы, ну и так далее, да. То есть, вот что-то это самое, да. То есть, вот, если кратко, это мы сказали, потому что, если останавливаться детально, надо по несколько часов, как ты догадываешься, да, что такое вот ислам в этом направлении, да. Да, есть еще ряд, значит, направлении ислама, теперь что такое христианство? Прижний востокий – это родина христианства. И когда мне говорят, а вот ты призываешь защитить христиан, я говорю, я призываю защитить всех – мусульман, христиан, Мандеев или Сабеев, Езида, всех. Я за то, что все жили спокойно, и каждый исповедовал свою веру и не навязывал свои взгляды другой соседней общине, а за то, что кто-то не принимает эти взгляды, не уничтожал их церкви, храмы и, не уж говоря, людей не обращал в рабство и не поступал, как последние дикари, да. Так вот, я еще раз говорю, на Ближнем Востоке представлены все направления христианства. Ну, во-первых, начнем сначала. Есть христиане, которые стоят на позиции халкидонского формулы веры и дохалкидонского формулы веры. Халкидонская формула веры – это халкидонские православные, которые, ну, и русско-православная церковь к ним относится, чтобы ты понимал, да. В 451 году, аж в 451 году, понимаешь, когда это было, произошел сильный раскол в христианстве, да. Значит, ну, во-первых, на Ближнем Востоке это антиохийско-православная церковь, это одна из древнейших церквей православных в мире, целый ряд других православных церквей. Значит, стал вопрос, что есть естество Христово, кто был Господь наш, Иисус Христос. И те, кто считают сейчас православные, значит, стоящие, признающие халкидонский собор, они считали, что у Христа есть два составляющих, один божественная и человеческая. А дохалкидонского собора, это, так называют, дохалкидониды, или еще называют древней церкви Востока, они не признали это. Они считали, что у Господа нашего есть только одно начало – божественное. И кто относится к этой дохалкидонской на Ближнем Востоке? К ним относятся копты, хорошо тебе известные, к ним относятся, значит, сиро-яковиты, они, кстати, тоже считают себя православными. Они православные, но не признающие халкидонский собор, да? К ним относятся армянская апостольская церковь, да? К ним относятся индомалабарская церковь, к ним относятся эфиопская православная церковь, но они тоже стоят на дохалкидонской, значит, вот этой самой. Вот, значит, естественно, на Ближнем Востоке есть католики, ну, например, сирийцы, самая большая община, вот тоже в Ираке было до ввода американских войск в 2007 году полтора миллиона христиан, большинство это ассирийцы, да, и в том числе самая большая община, это ассирок-католики, или халдей их называют. А вот недавно, ты знаешь, умер один из ближайших сподвижников Саддама Хусейна, вице-президент Михаил Юхнан, его настоящее имя, а он у нас был как Тарих Азиз, вот он халдей, он отвечал как раз за связь с Советским Союзом, да, к сожалению, вот не стало его, это халдей, да, есть, естественно, армяно-католики, да, есть представленные ближневосточные протестанты, евангелистическая ближневосточная армянская церковь даже есть. Вот про протестантов я не слышал. И самое интересное, все это, знаешь, где пока? В Ливане. Ну, это логично предположить, что если это может где-то быть, то в Ливане. По распространению, по разнообразию и в Сирии то же самое. Что мы поясним, Ливан одна из самых продвинутых в этом отношении ближневосточных стран, галерея конфессий называют. В отличие от Ливана, в Сирии вот это все не так было. В Ливане, вот особенно после, мы когда остановимся по некоторым нюансам сирийской войны, с этноконфессиальных нюансов, да, значит, в Ливане официально в Конституции определяется 18 этноконфессиональных общин, имеющих право на политическую жизнь в стране. Вот 18 написано, да, все, остальные ребята, вот палестинцы, например, говорят, вы кто такие? Мы вас не знаем, пришлый народ. Но причем у них поделены государственные должности между представителями конфессий. Вот я к этому сейчас веду 18. Вот казалось бы, армяне, да? Ну, запишите армянскую общину, и все, забудьте. Не, три из 18, это армянцы-апостольцы, армянско-апостольская церковь, да, монофизитская, это армяно-католики и армяне-протестанты. И каждый из них имеет свою квоту в парламенте. Не надо путать. Ты такой, ну, да, мы с тобой дружим, мы общаемся, но у тебя своя квота, у меня своя, а вот у этих еще своя, да? Ну, самая большая квота, естественно, апостольцев, если большая, 6 или 7 мест. Да, президент страны только может моронить. А ты сейчас спрашиваешь, а кто такой моронит? Нет, а кто такой моронит? Течение христианское. А ведь они выросли, это течение, то есть на Ближнем Востоке еще много говорит кто-то по религии. Это как определяется, как этно-религиозная община, то есть это как народ, отдельный народ, получается, да? Хотя морониты, да, это религиозное направление христианства, возникшие в горах Сирии в 5 веке, созданные епископом Мороном, да? Кстати, очень интересная церковь, ведь в Византийской империи, ты знаешь, было иконоборчество, да? И вот моронитов сохранилось, когда ты заходишь в моронитскую церковь, никаких икон, ничего нет, распятие Иисуса Христа Господа нашего. Да, президент страны моронит. А от кого они произошли, корни, они сами знают, кто пришел от сирийцев, кто пришел от Исавров, у которого, у кого корни армянские, которые стали католиками и т.д. и т.п., да? Значит, президент обязательно моронит. Ну, сейчас вот новости, а потом продолжим. Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии с нами. Когда, говорит Багдасаров, никакие пробки не страшны. Еще сообщение, спасибо за передачу, Семен Аркадьевич. Пишите ли вы книги по тематике Ближнего и Среднего Востока? Если нет, это большая потеря. Не пишу я ленивый. Когда на меня вышло одно известное издательство, они бедные замучились с тобой, я в силу своей ментальности не могу сидеть на месте очень долго. Я должен что-то делать, что-то там, ну, это так природа заложила, предки гены виноваты. Ну, может быть, когда-нибудь напишу что-то, да? Еще спрашивают, можете ли вы порекомендовать что-то по этой теме, почитать? Это невозможно рекомендовать, Анна, это, ну, как тебе объяснить? Это надо впитать в себя смолком матери, как я говорю. Вот я тебе, помнишь, говорил, когда мне говорят, вот этот человек знает Иран, да? Я говорю, да, может быть, может быть. А если я сейчас поставлю иранскую песню, он начнет плакать, он знает Иран. А может он знает такой гугуш? Не, не знает, кто такой гугуш? Тогда я вообще не знаю, как он может знать Иран. Если он говорит, я знаю Ливан, аааа, ну, и так далее, да? Не будем, да, повернемся. Значит, премьер-министр страны, это мусульманин Суннид. Это о Ливане мы видим. О Ливане, да. Представитель парламента, представитель парламента является представитель шиитской общины Ливана. На сегодняшний день, уже много лет, Эми является левиквазителем движения Амаль, Найбери, да? И так далее, так далее. Все расписано. Кто что. Очень сложная система, очень сложная система назначений и выборов. Насколько здесь, значит, сложно, что, ну, вот ее даже трудно описать, да, что называется, да? Это Ливан. Я когда бываю в Ливане, я там достаточно часто бываю, мне что нравится Ливан, я пока там бываю, я могу зайти в церковь, антиохийской православной церкви, в Маранитскую церковь, значит, в армянскую апостольскую церковь, значит, в долине Бека, в Бальбеке, шииты, хотя там есть и, да, знаменитый Бальбек, это комплекс, да? Есть и церковь Маранитская, да, там не только, а недалеко город, полностью населенный армянными протестантами, семь протестантских церквей, да, вот это вот, ну, это такое разнообразие. Естественно, я захожу в мечети, шиитскую, суницкую и так далее. Ну, вот это такое разнообразие, они все стоят рядом. Когда сидишь в центре Бейрута, пьешь кофе, и в это время колокола звонит в определенное время, да-да-да-да, как только закончится кола, мой дзин с миновета призывает к молитве. Знаете, это как красиво, да, это создает такое успокоение, думаешь, ну, Господи, ну, всю жизнь бы так жили, хотя Ливан пережил страшную гражданскую войну между хрустянами и мусульманами. 15 лет война была с 1975 по 1990 год, пока этому не положило конец Таифское мирное соглашение в Саудовской Аравии, а знаешь, как оно положило? Потому что в Ливане существовала устная договоренность по всем этим расправильным власти, а в Таифе это заключили в качестве документа. То есть вот есть документ, ребята, и вы будете, значит, вот так и так. Можно я немножко отойду, сразу скажу, вот по поводу Сирии, как можно было бы использовать. Значит, многие предлагали, когда начался сирийский конфликт в 2012 году, по такой же схеме умиротворить Сирию. То есть галерея конфессий, об этом идет речь, когда распределены государственные должности между представителями отдельных конфессий. Ты знаешь, что был автор, который предлагал? Ты не поверишь, Катар. Она еще не предлагала. Они говорили, да, пусть будет президентом Алавит Башарасов. Премьер-министром будет Суннит. А президентом парламента, знаете, кого хотели? Представитель антиохийской православной церкви, руководитель парламента. Интересно. Но, и сейчас тоже премьер-министр Сирии мусульман Суннит, но система предлагалась перераспределение власти, да, то есть поле так вот равномерно, что ли, да, и система Ливанская, очень сложная система, когда премьер-министр, например, от президента не зависит. Он как бы, вот тут он, я община, и я вот занимаюсь этим. Но сейчас это, конечно, возврат к этой схеме предельно затруднен в силу войны, потерь, крови, хотя я считаю, что я, кстати, вне привязки к этому катарскому предложению на полгода раньше в одной из справок писал, что вот надо, может быть, и Таивские соглашения вспомнить, а как иначе-то помириться, да, как иначе сохранить единую Сирию, которую сейчас практически уже невозможно, конечно, невозможно, невозможно сохранить, да, вот. Поэтому вот такие сложности, я всегда говорю, значит, Ближний Восток переживал уникальные явления, вот все то, что мы с исламским государством, аж в 9 веке, да, тогда же не было интернета, компьютера, ничего не было, да, но было движение Павликан, и когда читаешь Петра Сицилийского, это монах, который был, жил в Тафрике, в столице Павликан, и занимался обменом пленных, да, то есть в Византии воевали, и как бы пленных, да, и когда читаешь его вспоминание, думаешь, Господи, о чем он пишет, это что-то так похоже на ислам. Государство, он напишет, например, о лидере этого Павликанского государства, его знание Харисахор, он говорит, и этот, правитель, он там, ну, обидными словами их называется, нажимаем так, да, значит, что делает, он посылает соседние страны, своих проповедников, но не было интернета, которые убеждают людей этих стран приезжать к нему, приезжать к нему и увеличивать население его государства. Как тебе, ничего не напоминает, нет? Очень сильно напоминает, да, только без интернета, да, и так далее, да. Эта государство просуществовало 200 лет со столицей Тафрика на берегу Ефрата. 200 лет, а сама идеология была 350 лет, хотя один из английских путешественников, еще в 19 веке, путешествуя по нынешней Турции, говорил, что вот на так называемом историческом плане Армянском Нагоре, когда он путешествовал, и мусульмане, и христиане говорили, туда, в эту деревню не езжайте, там живут злые люди. Насколько они злые, трудно сказать, просто они специфичные были. Здесь были судья по всему потомки Павликан, да? И, кстати, по поводу идеологии, когда говорят. А ты знаешь, когда Иоанн I, цемистский император Византии, все-таки взял, наконец, Тафрику, а до этого они громили византийскую армию, подходили к стенам Константинополя, захватили в Эфесе самый большой христианский храм в регионе, устроили в нем конюшню, перебили всех священников, при этом они их называли, кремлянами, а себя истинными христианами. Петр Сицилийский пишет, что в каждой семье был пленный священник-христианин. Ну, пленный, как раб, да? Получается. Когда женщина рожала ребенка, а нельзя было крестить, это отдельный разговор, когда-нибудь будет время, я расскажу. Она тайно от мужа ходила к этому священнику, батюшка, покрести. А вдруг? А вдруг все-таки вы правы, а не мы правы. Но это Ближний Восток, понимаешь? Там вот эти идеи всегда возникают. Мы говорим, как Исмаилит, тогда вспомни движение Катар. Это, слушай, это тоже было государство, которое в страхе держало весь Ближний Восток и даже взяло Мекку и утащило оттуда Кабу святую, да? Весь исламский мир освобождал и выкупал эту Кабу, да? И там, кстати, это совсем уж радикальный был Исмаилитизм. В шестом или седьмом степени посвящения человек посвященный должен был знать, что ислам это временная религия, а рано или поздно она исчезнет. Но при этом их считают мусульманами. И в рамках разговора о христианских течениях, мне кажется, очень интересно, давайте упомянем, что до сих пор в Ираке сохранились деревни христианские, которые говорят на арамейском языке, древнейший язык, на котором говорил Иисус Христос. Абсолютно верно. На этом языке говорил Господь наш Иисус Христос. Действительно, а сирийский язык — это арамейский язык. То есть на нем до сих пор люди говорят. До сих пор говорят. И в Сирии, сиро-яковицких деревушках говорят на арамейском языке. А в арамейских церквях два богослужебных языка — арабский и арамейский. И арамейский язык не вымер. Конечно, если вот эта мразь под названием «Санкт-Государство» будет существовать, то просто, да, ты понимаешь. Но, к сожалению, они крайне малочисленные, и, конечно... Слушай, что здесь крайне малочисленные? Ты опять неправильно говоришь. Вот до Присадами Хусейна 5% населения страны, ты полтора... Нет, я именно от тех, которые вот на арамейском. Да почти все ассирийцы, основная часть, в том числе священнослуживания, говорят на арамейском языке. Кстати, ассирийцы были одним из первых народов, принявших христианство аж в первом веке нашей эры. А по некоторым данным, они приняли эту веру от апостола Фомы. Апостол Фома переводится, как ты знаешь, я тебе говорил, да? Как? Близнец. Ты не догадываешься, на кого он был очень сильно похож? По-гречески это называется дидим. Я не говорю, на кого похож. Мы будем догадываться. Да, да, да. Апостол Фома, это, к сути, как ближний восток, мы понимали, какие корни древние, да? Как известно, когда апостолы распределяли, кому где проповедовать христианство, да, например, Фадей Варфоломеев попал, а Армения там, ну, это большая государство, но это было рядом, да? А Фоме попала Индия. Фома, который никогда, всегда со всеми пререкался, сказал, я не поеду в Индию. Ну, что вы хотите? Я больной еврей, поеду в какой-то, и не поеду, все. Но, согласно преданию, к нему явился Господь наш Иисус Христос и сказал, иди, Фома, и у тебя получится. И Фома по дороге как раз проповедовал местами, нынешний Ирак, да? И в Иране, в Иране было очень сильно распространено христианство, да? И в Средней Азии он проповедовал, и он принес туда веру христианскую. Фома. Но самое интересное, когда он пришел в Индию, на юг Индии, а там тоже, кстати, существует христианская церковь, 27 миллионов, до Халхидонского, это Индомалабарская церковь, очень сильно напоминающая Сиро-Яковитскую церковь. Индомалабар, 27 миллионов индийцев на юге, исповедует Индомалабарский, она апостольская церковь, ибо приняла веру из рук апостола Фомы. Фома был очень прагматичный, интересный человек. Пока он там проповедовал, шел с кем и так далее, дошел до Индии, до местного царя дошла информация, что он очень хороший архитектор, хотя он таковым не был. Он пригласил его и сказал, я понимаю, заканчиваю, ты, говорит, хороший архитектор, построй мне дворец. Он говорит, нет проблем, деньги, давайте. Ему дали большую сумму денег, как думаешь, как он потратил? Он начал использовать эти деньги для проповедования, ну, рыбакам, пастухам раздавая и так далее. Потом его приглашает царь, говорит, ты строишь? Он говорит, да, только денег не хватает, крыша осталась, дай еще денег. Ну, в общем, он закончил это тем, что он обратил одну из жен этого царя в христианство, он был казнен, так называем, пятью копьями. Вот что такое, когда мы говорим, это все, это не только вчера было, это сегодня, это все сидят в общинах, это настолько все распространено. Это отдельный вопрос Амандеев или Сабеев, которые практически уничтожили, осталось 20-30 тысяч вот после этих всех американских водоводств. Это древнейшие народы. Я говорю, не говорю, айзит, которые, судя по всему, действительно корни уходят, древний Вавилон, а может быть, Шумер, да? Это все тысячелетиями создававшаяся весь, да? И когда приходит какое-то движение, которое говорит, вы всех вас уничтожим или вы будете молиться, как мы, а нам все равно, кто вы такие и так далее, это страшнейшее явление. И мировое сообщество отсиживаться больше не может. — Либо когда приходят так называемые цивилизованные страны, которым кажется, что они несут самые правильные и гуманные ценности в мире в виде так называемой американской демократии. — Сатанизм и садомии. Вот что принес Запад миру. А христианство, иудаизм, ислам принесло Ближний Восток. А Запад — это садомия и сатанизм, особенно в лице Соединенных Штатов. — К чему мы вели весь этот разговор? — Когда я смотрю на Обаму, я вспоминаю слова одного из отцов церкви Туртелиана, о котором он говорил, об одном из очень известных геретики, о котором мы можем остановиться. И вижу я лик первенца сатаны. Это не я, что Туртулян сказал. — Серьезно? — К нему... — Семен Акадзаров известен своей жесткостью, но мы уже вынуждены заканчивать. Мы хотели подвести к вопросу о том, насколько все-таки сложная ситуация на Ближнем Востоке, ведь только с точки зрения политической неправильно рассматривать все то, что происходит. — Нет, не призная то, что мы с тобой говорим, и более глубоко... — Никогда правильно не оценишь ситуацию. Никогда. — Но, видимо, об этом нам придется уже в следующей программе поговорить. Семен Аркадзаров был с нами сегодня в студии, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Спасибо большое. — Спасибо вам. — Всем доброго вечера, друзья. Принцип действия с Анной Шатран.